29 сентября на день судный по еврейским обычаям и этому по календарю еврейскому немцы нас забрали с мамой с подола с этой протисканикольской улицы и повели на расстрел бабе яр мы не знали что должен быть расстрел но вещи никакие не взяли что было на маме и что было на мне так нас и забрали нас свели с фроловской улице через подольский базар через андреевский спуск через улицу мельника артема присоединяли к нам очень большое количество людей и все шли и надеялись что будут жить что их куда-то эвакуирует и с этой надеждой мама не вся меня на руках периодически я шла по этих больших улицах и все смотрела и удивлялась почему люди идут много с большими поконками едут в тачках везут больных на колясках кто под водами едет кто как и все идут в одном направлении и где-то на улице артема недалеко от еврейского кладбища людей все ставало больше и все больше ставало немцев с винтовками которые людей старались толкать одного к другому чтобы плотнее они стояли и чтобы можно было их пропустить как бы через их берега этот ручей людей который тек и мы так дошли и остановились возле еврейского кладбища слышали где-то вдали глухие какие-то звуки но не знали и не могли и не думали определить куда нас привели и что будет но тогда на серецком массиве тогда еще он не был серецким массивом только был бабий яр и было еврейское кладбище на артема и не знали люди куда их вели но знали что там была дорога железная и думали что оттуда якобы всех евреев будут эвакуировать так мы и стояли в этой толпе огромнейшей как песчинки в море и ожидали своей своего своей участи своего приговора которого мы не знали не ведали что будет через какое-то время партиями людей я не могла знать сколько человек потому что я не все могла помнить потому что я ребенок было я видела что это море было людей море но я не зла не могла определить ничего вот но видела что переграждали дорогу определенное количество людей заталкивали туда дальше а мы ожидали своей участи когда она будет наша очередь лишь к ночи с утра когда нас взяли к ночи наша очередь дошла что партией из какого-то количества людей по мамыных словах это было человек 150 120 150 нас завели уже на бабе яр который был весь проволокой обид закручен и что туда оттуда не было выхода никакого а только был единственный вход выхода не было и я видела так как я помню слева стояла стали стояли такие типа столиков раскладных или какие-то я не помню и огромные вроде бы мешки верейки как бы корзины плетеные из лозы когда-то были такие и туда бросали документы людей люди подходили сразу по шесть или восемь человек каждый к одному столу и у них брали эти документы потом рассматривали их забирали ценности вещи кольца часы серьги у кого что было у кого брали мне мешки пакунки которые были связаны все это пакеты все это отнималось и уже тут начали люди понимать что крики какие-то стоны были людей когда нас близко подвели для того чтобы ввести уже в этот огромнейший яр но на возвышенность яра а яр был внизу где-то по тридцать пять сорок метров глубиной и мы стояли на этом месте пока мисс расстреливали предыдущую партию людей мы значит с мамой я ребенок не могла долго стоять и я уже слышала сумму шумы и крики я боялась я просилась к маме на руки мне было четыре с половиной годика немножко больше где-то четыре девять месяцев и и я когда слышала крик я говорю мамочка идем отсюда ты меня отсюда забери потому что ты слышишь какой крик везде наверное от тети и дяди этих бьют вот но я еще не знала что не бьют расстреливают и когда дошла очередь что маму подвели к столу чтобы сдать документы мама эти документы сила которая захватила собой и взяла меня на руки и начали смотреть или в арту не нет зубов золотых и начали смотреть забрали серьги часы то что у мамы было кольца и разделе с нее забрали хорошее платье и с меня забрали все оставили меня одних трусиках а маму в ночной не в ночной а такой рубашки тельной оттого что она была не новая так они с нее ее с нее не сняли эту сорочку и в этом мы ждали уже своей участи за это время подъехал какой-то старичок на своей подводе с лошадью и естественно он не мог не мог бабе я разойти а он с лошадью стоял с другой стороны от оцепенение этого зубчатого проволоки этой колючей оцепление да и вдруг мама увидела что к нему подошел немец со штыком и рассматривал его рот потом раскрыл нож перочиной и хотел у него вырезать сорта эти зубы я начала плакать а этот дедушка не давался сидел он на подводе так немец схватил его за бороду и перебросил через забор вот а борода с волосами осталось у немца в руках я начала кричать и плакать мамочка мамочка уйду давай скорее отсюда потому что видишь дедушку убивают и нас убьют мама тише дочечка это не кричи если ты будешь кричать мы не сможем уйти вот и тогда нас точно убьют а если ты будешь молчать мы может быть выживем после дедушки мы видели как девочку я не могла определить ее возраста но мама увидела и не рассказала что этой девочке было где-то 15 лет была без подобной красоты эта девочка ее звали сара видела как эту девочку разделе наголо и ее маму матер валась к ней чтобы собой закрыть эту девочку немцы не допускали она была очень красивая так мать били прикладами пока не убили по голове били прикладами а девочку голую несколько немцев потащили в неизвестном направлении девочка это плакала кричала и ничего и конечно не помогло и никто и не мог ничем помочь когда перед нами расстреляли посетить последнюю партию это было где-то 12 часов ночи после них нас расстреляли последнюю партию в этот день 29 сентября это было где-то может половина первого может без четверти ночи скорее всего половина первого потому что немцы дали приказ чтобы мы строились смирно стояли а с противоположной стороны яра он был бы как s-образный яр получалось что мы стояли с левой стороны отведенные в сторону для того чтобы не видеть этих немцев которые принимали документы или они уже были убраны я уже этого не видела не помню вот но только когда сказали смирно строится из противоположной были пулеметы и винтовки немцы были чтобы расстреливать людей мама бросила меня в яр и я полетела в эту глубину на тех людей которые были до меня расстреляны потому что расстреливались 9 часов утра и упала не ожидая приказа на меня начали немцы стрелять и трупы начали покрывать нас были раненые были разные были и живые но потом где-то без четверти час ночи когда мама очнулась и услышала шум и звяканьша что-то как будто вы знаете по воде бьют хлещет что-то это естественно были кровь людей убитых и раненых покрывала нас я начала захлебываться кровью и потеряла сознание ничего уже не помнила но по мамыных словах что в это время немцы проходили со штыками и докалывали кто был живой и маме повезло только те что немец стал на маму ногами и штыком прокалывал рядом вокруг нее лежащих а мама боялась шевельнуться потому что я под ней лежала чтобы я совсем не задохнулась и не захлебнулась не умерла она мне подложила под бороду два кулака вот так вот свои для того чтобы я хоть немножко воздуха могла ухватить не немец на ней стоял и вместо того чтобы попасть нее штыком попал ей в пятку и отрезал мякоть пятки но она ни слова не пикнула так мы лежали пока она не услышала что немцы удалились далеко и что очевидно там был большой шум у них и скандал какой-то они между собой очень ругались очевидно не поделили все то что они сняли с людей и между собой делили все это вот тогда мама выползла из-под трупов и вытащила меня полумертвой я была без сознания я ну мама думала что я умерла но она решила что есть я даже умерла то она мне вытащит хоть где-то похоронит вот так она ползла где-то этим яром и между кустами где было больше веток и нельзя было проволоку хорошо зацепить равномерно она где-то ее немножко приподняла и пролезла под этой проволокой и вытащила меня но я очевидно так как я без сознания на меня тащила где-то угол проволоки попал мне в ногу и у меня остался вот шрам на ноге по сей день что проколола вену и у меня фонтаном лилась кровь мама мне сняла кусок рубашки оборвала и перевязала ногу и потащила меня пояру в неизвестном направлении только бы подальше от этого ужаса от этого страха от этой смерти где-то она проползла по ее словам километр начала прислушиваться ко мне я не дышала она мне не слышала она очень за меня боялась и начала мне дышать в рот и свою слюну пускать нет для того чтобы хоть немножко дать влаги какой-то чтобы я могла очнуться я не не давала никаких знаков жизни мама очень тяжело это переносила и кричать нельзя и нигде воды ничего нет она меня еще протянула немножко потому что подняться нельзя было кругом были патрули и могли заметить так она меня еще немного протащила и где-то так по ее словам приблизительно часа три было ночи или пол четвертого она меня дотащила какая-то еще там есть кирилловская роща в киеве это бабий яр как бы кончается и начинается кирилловская роща и там тоже есть яры но они меньше они по природе были такие созданы и вот немцы выбрали именно это место что не нужно было копать для того чтобы расстреливать людей а были готовые ямы и туда естественно стреляли расстреливали людей туда бросали когда мама еще километр проползла она начала собирать уже утренняя роса падала на траву она начала собирать траву на листьях на на траве соки из нее и не укладывать в рот начала делать искусственное дыхание и меня отходило когда я начала уже приходить себя естественно начался токсикоз и вся эта кровь что я нахлебалась все из меня начало выходить мама потом просила меня быть тише и спокойно взяв меня прижал к себе проползла дальше и доползла до есть там как бы называется уже куреневский район но это и бабияр этот массив сирецкий еще там был у нас кирпичный завод потому что природные карьеры которые были природой созданы на этом участке микрорайоне земли там очень много было песка и глины и там делали кирпичи из этого мама заползла туда в подвал